Приветствую всех, с вами Олег Саламаха И сегодня мы с вами посмотрим обзор партий второго игрового дня Супер турнира Магнуса Карлсона Который он проводит путем интернета То есть это первый интернет турнир с огромным призовым фондом в 250 тысяч долларов Итак, смотрим Сегодня играли американский гроссмейстер Фабиана Круана Против российского гроссмейстера Яна Непомнящего И французский супер гроссмейстер Максим Вашелограф Против гроссмейстера из Нидерландов Аниша Гири Белыми играл американский гроссмейстер Фабиана Круана Черными играл российский гроссмейстер Ян Непомнящий Первая партия Е4, Е6, Д4, Д5, Конь, С3, Слон, Б4, Е5, С5 И вновь Ян Непомнящий предпочитает играть французскую защиту То же самое он играл и на турнире претендентов Но, как мы с вами знаем, в классику все-таки он получал там достаточно тяжелые позиции А3, Слон бьет С3, БС, Конь Е7, А4, Ферзь С7, А5 Фабиана Круана применяет тот же самый план, что применял и Максим Вашелограф Против Яна Непомнящего, а также и Кирилл Алексеенко А6, Ладья Б1, Б6, Ферзь Ж4 Белые выскакивают, нападают на пешку на поле Ж7, а черные играют СД После Ферзь бьет Ж7, Ладья Ж8, Ферзь бьет А6, Ферзь бьет Е5, шах Конь Е2 последовала новинка от Фабиана Круаны В партии предшественницы, которая игралась между Мотылевым и Студером В Таллине в 2019 году белые отступали королем на поле Д1 После Конь Ф5, Конь Ф3, контрнападение на Ферзя Ферзь Е4, Ферзь Ф4, ДЦ, А6, Ладья Ж8, Ферзь бьет С7 А, вернее Ферзь С7, нападая на пешку на поле С3 и на слона Ну и здесь начиналась настоящая такая сложнейшая игра В которой белым удалось удивительно быстро победить Слон Д7, Слон Ж5 И после Конь С6, АЖ7, белые выиграли Поскольку от угрозы Слон Ф6 с выигрышем Ладьи за пешку Нет никакой защиты Очевидно, что черные здесь явно допустили какую-то грубую ошибку Итак, Конь Е2, ДЦ, Ферзь Ф4, предлагая размен Ферзей Ферзь бьет Ф4, Слон бьет Ф4, Конь С6, Конь бьет С3 Е5, Слон Д2, Слон Ф5 И здесь Фабиан Круан играет очень сильно Ф3 Ставя черным такую вот микроловушку Казалось бы, можно взять пешку на поле С2 Да еще и с нападением на Ладью Но этот ход плохой Поскольку тогда белые получают в свое распоряжение вертикаль С Например, Слон бьет С2, Ладья С1 И теперь выясняется, что если Слон уйдет на поле Ф5 То пойдет удар Конь бьет Д5 На Конь бьет Д5, Ладья бьет С6 Поэтому Слон Б3 ход единственный И здесь А6, Ф6, Ж4 Король Ф7, Король Ф2 И за пожертвованную пешку у белых Во-первых, два слона А во-вторых, очень мощные проходные пешки на королевском фланге Игра примерно равная Но белыми играть даже здесь получше Поприятнее, попроще, скажем так Итак, Ф3, Ладья Д8 Король Ф2, Ф6 Слон Д3, ошибку допускает Фабиана Каруана Правильно было играть Ладья Б2 Но после Слон Д3 Также ошибается и Ян Непомнящий Здесь он мог выиграть фигуру ходом Е4 Он же сыграл Король Ф7 Не заметил, а может быть недооценил Что после Е4, Слон Б5 Е3 шах, вот такой двойной удар Если берем королем, то Д4 шах Ну а на Слон Б5 Е3 все равно следует вот такая вот вилка И в любом случае В вариантах белые остаются без фигуры Да, у них есть какая-то компенсация В виде связанных проходных пешек На королевском фланге Но все-таки согласитесь, что фигура есть фигура И здесь, конечно же, на победу играют именно черные Итак, Король Ф7 Ж4, Слон Б5 Д3, СД Конь Д4, Ладья Ц1 Ладья Ц8, Конь Е2 И после Конь Е6, Конь С3, Ф5 Ян Непомнящий полностью решает все свои проблемы Разбивает пешки белых И нападает на пешку на поле Ж4 После Конь Б5 Ян, значит, Фабиана Круана Нападает на пешку на поле А7 И угрожает вилкой с поля Д6 Ну и после Ладья БЁЦ1, Ладья БЁЦ1, ФЖ Ладья Ж1, ЖФ Здесь Фабиана Круана опять ошибается, играя Конь Д6 Шах Здесь я нашел четкую ничью После Ладья БЁЦ1, Конь БЁЦ1, Конь БЁТ А7 Выясняется, что вот этот такой форсированный, интересный вариант Когда белые просто жертвуют коня за пешки черных Потом нападают слоном на поле Б6 Теперь, значит, черные не успевают защитить эту самую пешку Приходится ее продвигать И тогда просто король идет И несмотря на то, что черные остаются с лишним конем Ход в ход белые успевают сделать ничью Просто настоящий этюд получается И белые спасаются После Конь Д6 Шах ошибка Король Ф6 Ладья БЁТ Ж8, Конь БЁТ Ж8, Король БЁТ Ф3 Конь Д4 Шах, Король Ф2, Король Е6 Конь Е8, Конь Ф6, Х6, ловушка Вновь нельзя брать коня из-за Х7 Но Конь Ф5 играет здесь Ян Непомнящий Ход Король Ф7 был посильнее И приводил партию к большим шансам за черных После Конь БЁТ Ф6, Король БЁТ Ф6 Дело в том, что у черных здесь просто сохраняется лишняя пешка Пешка Аш особо никуда не идет, она не опасная А у черных есть все шансы здесь на победу Например, организовать проходную пешку на Королевском, на ферзьевом фланге Ну и после Король Ф7, если Конь С7 То тогда Король Ж6 с угрозой Конь Ж4 И получаются примерно вот такие варианты Опять же у черных большие шансы на победу Но после Конь Ф5 Последовал Король Е2 Король Ф7, Конь С7 Король Ж6, Х7 Находит очень хороший шанс на соскок Фабиана Куруана Дело в том, что Конь с поля Ф6 защищает пешку на поле Д5 Он не может брать на поле Х7 Поэтому приходится брать Королем Теперь слон нападает на коня И получается так, что в итоге Белые получают коневое окончание без пешки Конечно, компьютеры легко защищают это окончание Но люди не компьютеры, люди могут ошибаться Но все-таки Фабиана Куруана, надо отдать ему должное Дальше защищался просто великолепно И у Яна Непомнящего не было ни единого шанса Попытаться выиграть это окончание Слишком мало материала И в итоге Ян Непомнящий согласился с неизбежным После Конь Б8, Король С5, Король Б3 Угрожает Конь А6, Конь бьет Б4 Ну и здесь полностью сразу же игра упрощается Мат ставить нечем То есть у черных недостаточно материала для мата Поэтому Фабиана Куруана в тяжелой для себя позиции Сумел спастись Ну вот такая вот интересная нервная партия Где мы видим, что сначала Фабиана Куруана вроде бы пытался Красивые какие-то такие вот мини-ловушечки Ставить Яну Непомнящему Затем он что-то напутал Ян Непомнящий получил инициативу достаточно серьезную Которую, может быть, достаточно было для победы Но в итоге все-таки все завершилось в ничью Идем дальше Белыми играл французский супергроссмейстер Максим Вашьева-Граф А черными играл Аниш Гири Гроссмейстер из Нидерландов Д4, Конь Ф6 С4, Е6 Конь С3, Слон Б4 Ферзь С2, рокировка Е4, Д5 Е5, Конь Е4 Слон Д3, С5 И на доске защита Немцовича Конь Ф3, СД Конь бьет Д4 Конь Д7 Слон Ф4, Ферзь Аш4 Длинный теоретический вариант Давайте здесь без комментариев Поскольку все это встречалось уже не раз на турнире претендентов В том числе Ну и вот Ферзь Д1 Единственный ход, который надо сказать Что это новинка От французского супергроссмейстера Размениваются Ферзи По итогу игра переходит в окончание С разноцветными слонами Ну и если бы это была классика То соперники сразу же бы наверное согласились на ничью Но поскольку это быстрые шахматы Да еще и в интернете Белые пытаются организовать проходную пешку На королевском фланге И неожиданно Анишу Гири Который до этого момента защищался достаточно упорно То есть вот здесь вот он стоит Пока просто и горя не знает Ему здесь захотелось начать свою контур игру И он начал двигать пешки Пытается образовать проходную пешку Две на одну Видите у черных здесь Но нужно было просто стоять Позиция из такого типа Когда нужно было просто стоять и ничего не делать Но вот это вот все В итоге привело к тому Что после ладья А7 Ошибка со стороны французского гроссмейстера Здесь был ключевой момент И здесь белые побеждали ходом король Д4 Выясняется что угрожает Ладья бьет Е7 И король соответственно бьет С5 Слон Ф8 не помогает из-за ладья Ф7 И выигрывается фигура Слон не может отойти Потому что висит ладья Единственный ход ладья С1 Но тогда форсировано выигрывается Фигура белыми Может быть издалека Максим Вашилограф как-то схемами То есть видел что может быть он не выигрывает это окончание Поскольку здесь после Б3 Казалось бы что начинается окончание Слон с ладьей против ладьи и короля Но вот здесь неожиданно барабанная дробь Слон бьет Б3 И выясняется что это окончание ход в ход Выигранное за белых Прошу прощения Поскольку черные не могут подойти королем Ну и после ладья Б1 и ладья Б7 Пешка беспрепятственно движется в ферзи Видите у черных нет ни единого хода Они попадают неизбежно в цуксванг Из-за того что ладья на поле Б7 Расположенная идеально Отрезает короля по седьмому ряду Получается позиция теоретически выигранная за белых Но после ладья А7, А4 Слон Д5, ладья С1 Выясняется что черные поставили ловушку Теперь ход Ж5 не выигрывает Фигуру ввиду ладья Е1 шах И тут уже черные даже побеждают Поэтому ладья А6 шах Король Ж7, король Ф5 И белые продолжают нагнетать И из-за того что Анишгири продвинул свои пешки Выдвинул их Они стали прекрасной мишенью для атаки Последним шансом было сыграть А3 здесь Но после взятия пешки Получается вот такое вот окончание Которое я проанализировал очень глубоко И в итоге получается так Что черные ход в ход спасаются И здесь даже белые в итоге вынуждены Соглашаться на вот такую вот ничью без пешки Ну и здесь конечно же теоретически ничейная позиция Белые легко делают здесь ничью Итак, ладья С5 Ошибка со стороны Ани Шигири И здесь после король Е6 Король уже очень серьезно проник в лагерь черных Черные стеснены Угрожает продвижение пешки И дальше уже особо без комментариев Короля отогнали Пешку белые съели И по итогу остались просто с двумя лишними пешками Даже, да, вот здесь вот с двумя лишними пешками Ну и эти две связанные проходные Конечно же легко побеждают Поскольку белые просто разорвут оборону черных в итоге И быстренько победят Здесь на 59 ходу Ани Шигири признал свое поражение Друзья, дальше я буду комментировать партии Немножечко быстрее Опускать какие-то ненужные варианты Поскольку партий очень много Около, значит, восьми А еще могут предстоять у нас еще и партии Армагеддон Ведь если будет ничейный счет Поэтому, чтобы не затягивать Обзор Я буду пытаться сокращать его по максимуму Надеюсь, вы мне простите такие вольности В любом случае Такой обзор будет смотреть удобнее и приятнее Ну а сейчас идем дальше Белыми играл российский суперграссмейстер Ян Непомнящий Черными играл американский суперграссмейстер Фабиано Коруана Соперники поменялись цветами Вторая партия Е4, Е5 Конь Ф3, Конь С6 Слон Б5, А6 Слон А4, Конь Ф6 Рокировка Б5 Слон Б3, Слон С5 И на доске у нас испанская партия После А4, Слон Б7 Архангельский вариант Д3, рокировка Слон Ж5, А6 Слон А4 Белый пока не дают черным преимуществу двух слонов Сохраняя связку Слон Е7 Связку терпеть неприятно Поэтому Фабиано Коруан уводит слона обратно АБ, АБ Вадя А8, Ферзь А8 Конь А3, Ферзь А5 Слон Д5, Д6 С4, БЦ Конь БЁЦ4 Ферзь Б5 Конь Е3 Слон С8 Слон БЁТ Ф6 Слон БЁТ Ф6 И пока слон стоит на поле С8 Не пуская коня на поле Ж4 Ферзь С2 Слон Д7 Вадя А1 Вадя Б8 Б3 Слон Д8 Слон С4 Ферзь С5 Х3 Конь Б4 Ферзь Д1 С6 Вадя С1 Ферзь А7 Д4 И Ян Непомнящий Пытается прорваться ЕД Конь БЁТ Д4 Слон Ф6 Конь Ф3 Ну и сейчас мы с вами видим Что позиция примерно равная У черных преимущество двух слонов Позиция открытая Но у белых как-то все фигуры смотрят на королевский фланг Ферзь С7 Ферзь Д2 С5 Вадя Д1 Слон С6 Контраатака пешки на поле Е4 И вот здесь когда слон ушел Из То есть потерял из-под виду поле Ж4 Ян Непомнящий немедленно этим пользуется И прыгает конем на поле Ж4 И вот здесь Фабиана Курана допускает очень серьезную ошибку Правильно здесь был играть слон Е7 Но после ферзи Ф4 Нападая на пункт Ф7 Слоном и ферзем приходится играть вадя Ф8 Ну и здесь черные в итоге Уходят в глубокую глухую оборону У белых здесь поприятнее позиция конечно Они могут сыграть конь Е3 Перебрасывать коня на поле Ф5 В любом случае скопление фигур Около короля В любом случае черных должно нервировать Но после конь Ж4 Слон бьет Е4 Сыграл вот так вот смело Американский гроссмейстер И после конь бьет Ф6 Здесь ЖФ соглашается на порчу пешек И Ян непомнящий играет ферзь Ф4 Нападая на слона и заставляя его определиться Можно было сыграть ферзь бьет Х6 Тогда Д5 Слон Е2 Ферзь Е7 защищая пешку Конь Х4 Ферзь Е5 Ф4 Ферзь Е7 Король Х2 Ну и у белых здесь опять же позиция поприятнее Хотя и материальное равенство на доске Но все-таки король у черных слабенький Где-то можно пешки от собственного короля надвигать Короче здесь возможны Различные планы Но после ферзь Ф4 Сыграл слон Ж6 Фабиана Круана И здесь Ян непомнящий Поторопился Вот к сожалению Черта Которую пока не удается Яну непомнящему В себе Искоренить Которая мешает ему стать настоящим чемпионом Ян непомнящий зачастую принимает Очень импульсивные Быстрые решения То есть на часах российского гроссмейстера Было достаточно много времени Поскольку играют Рапид партию Но Ян непомнящий Играл так быстро Как будто это была партия Пуля Или Блиц И вот здесь конечно же Ход слон Ж6 Ужасная ошибка И здесь ходом конь Х4 Белые сразу же побеждали Дело в том что угрожает взятие Слона На поле Ж6 Пешка на поле Д6 Пока никуда не убегает Хода Д5 нету Из-за того что ферзь на поле С7 Не защищен И здесь Проблемы страшные После слон С2 Ладья бьет Д6 Все висит После ладья бьет Ф6 Будет висеть пешка на поле Ф7 Слон не может вернуться Для защиты пешки на поле Ф7 Висит пешка на поле А6 И здесь просто Вдрызг Проигрывают черные Оценка компьютера Тут просто сумасшедшая Там плюс 6 С лишним пешек Но ладья бьет Д6 Поторопился Ян непомнящий И после ладья Б6 Ладья бьет Ф6 Ферзь бьет Ф4 Ладья бьет Ф4 Остался всего лишь С лишней пешкой Ну и дальше Что самое интересное Фабиана Круана Наоборот Как будто его подменили Начал он играть Просто в какую-то Сумасшедшую силу Перевел игру В владейное окончание Навадил оборону И как ни старался Ян непомнящий Попытаться Сломить Сопротивление Американского Гроссмейстера Ничего не удалось Неизбежно Материал Упрощается Потихонечку И в итоге Пришлось Смириться С неизбежным Результатом Ничейным Здесь после ладья Бьет Ф4 Соперники Согласились На ничью Ну вот такая вот Интересная партия Где мы видим Что Фабиана Круана Сделал одно Импульсивное решение Которое могло Моментально Стоить ему партии Если бы Ян непомнящий Позволил себе Хоть немножко Задуматься Над позицией Но Ян Повторюсь Траторил Как пулемет Ходы делал Очень быстро Импульсивно И в результате Вновь Как мы видим с вами Как и в первой партии Ян непомнящий Упускает Из виду Выигранную позицию Упускает Из своих рук То есть сейчас Мог счет быть уже 2-0 В пользу российского Гроссмейстера А сейчас всего лишь Пока Ничья Поскольку 2 партии Завершились в ничью Идем дальше И посмотрим Как дела обстоят У следующей пары Игроков Белыми играл Голландский Гроссмейстер Аниш Гири А черными Играл французский Супергроссмейстер Максим Вашьевограф Д4 Д5 С4 С6 Конь Ф3 Конь Ф6 Конь С3 Е6 Слон Ж5 А6 Слон бьет Ф6 Ферзь бьет Ф6 На доске Ферзевый гамбит Миранская система Е3 Ж6 Конь Е5 Слон Ж7 Ф4 Итак Белые создают Кольцо Пильсбери Вот это вот Самое построение Называется Кольцом Пильсбери Ну а черные Играют рокировка После Ферзь С2 Это новинка В партии предшественницы Играли Аш4 И это очень важно Заметить Так играл Адибан Против Робсона В 2019 году В Дугласе После С5 Ферзь Д2 Конь С6 Три ноля Вадя Д8 Ж4 Белые начинали Активные действия На королевском фланге Но черные Также все Вовремя Быстренько упростили И позиция Вскоре разгрузилась И партия Закончилась в ничью Ферзь С2 Жеход Достаточно вялый И после С5 Черные проводят Контрудар По центру Белых ДС Конь С6 Конь бьет С6 БС Итак коня Как мы видим с вами Из центра убрали Черные И теперь переходит В контратаку Слон Д3 Ферзь Е7 Конь А4 Е5 ФЕ Ферзь бьет Е5 Висит пешка На поле Е3 И Ани Жгири Предпочитает Сразу же от нее избавиться Заканчивая развитие Игра и рокировка После ферзь бьет Е3 Король А1 Слон Е6 СД Слон бьет Д5 У черных Отличнейшая позиция У них преимущество Двух слонов И возможность Атаки На короля белых Срава понятно Что Ани Жгири Конечно же Не в самой лучшей форме Подошел к этому Турниру И белыми Он уже получил Позицию явно хуже Но посмотрите Что случилось дальше Слон С4 Ладья Д8 Ладья Е1 Ферзь Ж5 И здесь еще одну ошибку Допускает Ани Жгири Здесь следовало сыграть Б3 Но он сыграл Ладья Е2 Вроде бы хочет сдвоиться Защищается от мата Где-то на поле Ж2 дополнительно Но это ошибка После Слон бьет С4 Ферзь бьет С4 Ладья Д4 Выяснилось Что конь на поле А4 Подвисает у белых И после Ферзь А6 Слон Е5 Еще один мощнейший удар Ловушка Нельзя забирать пешку На поле С6 Из-за Хода Ферзь Попадаем на ладью Где-то И угрожаем слон бьет Ж3 Ладья Ж2 Ладья Д1 Ну и финальную ошибку Допускает Ани Жгири Играя Ферзь С4 Можно еще было сопротивляться После Ж4 Ладья бьет Ф1 Ферзь бьет Ф1 Ферзь Ж5 Но после Х3 Ладья Д8 Позиция черных Все равно намного лучше У них доминация Очень опасный Слон Активный Конь на поле А4 У белых Вообще на краю доски Застрял Пешка на поле Б2 Где-то слабенькая Короче Здесь Можно было еще Продолжать сопротивляться Белыми Но позиции черных Явно лучше Но то что сделал Гроссмейстер из Нидерландов Не поддается Никакой критике Ферзь С4 И здесь последовал Ужасный Можно сказать Вот этот вот Ход Ферзь С4 Ужасный зевок И последовал Зубодробительный удар От французского Гроссмейстера Ферзь Ф3 Он показывает Что здесь Он является Конечно же Лидером И силы Явно Сторон не равны То есть Максим Вашилограф Как мы с вами знаем Прекрасно лидирует Во-первых На Турнире претендентов После первого круга Вместе с Яном Непомничим Но Максим Вашилографа Лучшие показатели И вот он показывает Что он хватку свою Не растерял После ферзи Ф3 Сразу же Аниш Гири Признал свое поражение Получился вот такой вот Фактически Разгром Белыми Не выходя Можно сказать Из дебюта То есть Ну что здесь можно сделать Делать нечего Атакована Ладья Много раз Поэтому приходится Бить Ладью Тогда Взяли Закрываемся Шах Сюда И ладья Д8 И от угрозы Ладья Д1 Нет никакой защиты У белых Приходится отдавать Ферзя Ну и спасения нет Конь С3 Как вы понимаете Не помогает Из-за слом С3 Мы уничтожаем Защиту Поля Д1 И дальше Опять же Объявляем Мат Короче Как мы видим С вами Действительно Аниш Гири Подошел Не в лучшей форме Пока у него Игра Можно сказать Не клеится И Максим Вашеваграф Просто громит Своего соперника Со счетом Уже 2-0 Ну и идем дальше Белыми играл Фабиана Курана Черными играл Ян Непомнящий Третья партия Е4 Е6 Д4 Д5 Конь С3 Слон Б4 ЕД ЕД И мы видим Что Фабиана Курана Меняет Пластинку Не идет В основные Варианты Французской защиты В систему Винавера А играет Разменный вариант Слон Д3 Конь Ф6 А3 Слон БЦ3 БЦ Рокировка Конь Е2 Ладья Е8 Рокировка Конь Е4 Слон Ф4 Слон Ф5 Ну и позиция Получается Абсолютно Симметричная Ф3 Конь Д6 Конь Ж3 Слон Ж6 Ферзь Д2 Конь С6 Ладья Е1 Ферзь Д7 Произошли Очень быстро Размены Тяжелых фигур Далее Произошли У нас Размены Также Легких фигур И получилось В итоге Сначала Ферзевое Окончание Которое Превратилось В пешечное Ну и здесь Ходом Д5 Демонстративно Фабиана Курана Отказывается От Любых Можно сказать Попыток Игры на победу Поскольку Это невозможно Здесь Сделать Поскольку У белых Пешечная Структура Хуже Но Позиция Абсолютно Запертая Прорваться Ни одной Из сторон Никуда Нельзя И несмотря На то Что Можно Вернее Нельзя По правилам Соглашаться На ничью Не раньше Сорокового Хода Здесь Судьи Все-таки Разрешили Зафиксировать Ничейное Соглашение Поскольку Ну иначе Просто Другого Как говорится Здесь Способа И нет Если только Одна из сторон Не будет играть В кооперативные Шахматы И не будет Отдавать Все подряд В результате Чтобы попытаться Куда-то Прорваться Короче Вот такая Вот скучнейшая Можно сказать Партия Фабиана Курана Ничегошеньки Не продемонстрировал Ян Непомнящий Очень просто Быстро Все упростил И эти соперники У нас сыграют Еще четвертую Партию Идем дальше Белыми играл Максим Вашьелограф Черными играл Аниш Гири Если Максим Вашьелограф Делает ничью В этой партии То он уже Побеждает В матче И дальнейшая Игра в принципе Бесполезна Поскольку Спортивную Задачу Максим Вашьелограф Уже выполнит Итак Он играет Белыми фигурами Четвертая Получается не четвертая Третья партия И ему достаточно ничьи Е4 С5 Конь Ф3 Конь С6 С3 Конь Ф6 Е5 Конь Д5 На доске Сицилянская защита Вариант А Лапина Д4 СД СД Д6 Слон С4 Конь Б6 Слон Б5 ДЕ Конь Бьет Е5 Слон Д7 Конь Бьет Д7 Ферзь Бьет Д7 Белый получает Преимущество Двух Слонов Конь С3 Е6 Рокировка Ладья Д8 Но взамен Получают Серьезный изъян Изолированную пешку На поле Д4 Ферзь Ф3 Слон Е7 Слон Е3 Рокировка Ладья Д1 А6 Слон Бьет С6 Бц Вот и нет уже Преимущества Двух Слонов У белых И после Ферзь Е2 Ферзь Б7 Ладья С1 А5 Б3 Ладья А8 Аш3 Ладья С8 Ладья С2 А4 Происходит Размен Черные получают Мишень В виде Слабой пешки На поле А2 А белые Мишень В виде Слабой пешки На поле С6 Ну и стало понятно Что в результате Партия Очень быстро Здесь должна Упроститься И по итогу Белые здесь Даже Остались Без пешки На поле Д4 Которое Изолированное Но получилось Окончание 4 на 3 Белые выстроили Вот эту Самую пешечную Цепь Которая Известна Уже давным-давно Из окончаний Когда у вас На одну пешку Меньше Нужно выставлять Вот такую Вот цепочку Ф2 Ж3 Аш4 И после Этого Аниш Гири Очень долго Пытался Выиграть Эту ничейную Позицию Но понятно Что Мастерства Французского Гроссмейстера Которого Устраивала ничья Вполне Хватило Для того Чтобы Успешно Защитить Эту самую Ну Свою позицию То есть Конечно Аниш Гири Пытался Что-то делать Какие-то пешки Пытался Потихонечку Продвигать Но все-таки Позиция Очень простая Для Гроссмейстера Экстра Класса И Неизбежное В итоге Случилось То есть Долго-долго Еще соперники Играли Но В результате Все-таки На 92 Ходу Согласились Согласились Неизбежным Аниш Гири Эту партию Не выиграл И общий счет Стал 2,5 очка В пользу Максима Вашьеваграфа То есть 2,5 очка На полочка И я не знаю Будут ли они Играть четвертую партию Поскольку Смысла в ней уже нет То есть Максим Вашьеваграф Одержал досрочную победу Ну а Партию Яна Непомнящего И Фабиана Курана Мы еще Соответственно Увидим Идем дальше Белыми играл Аниш Гири Черными играл Максим Вашьеваграф Все-таки Четвертую партию Пришлось играть С соперником Дело в том Что Пока Соперники Играют по круговой Системе И Каждые очки Важны Для дополнительных Показателей Поскольку Они могут влиять На то Какие Шахматисты Будут выходить Соответственно В полуфиналы То есть Может быть Будет равное Количество очков И тогда Будут решать Дополнительные Показатели Личные встречи И так далее Именно поэтому Игроки Обязаны Сыграть Все Четыре партии Даже если Уже Собственно В этом и Нет смысла Поскольку Результат Известен Итак Д4 Играет Аниш Гири Конь Ф6 С4 Е6 Конь Ф3 Д5 Ж3 Слон Е7 Слон Ж2 Рокировка Рокировка ДС На доске У нас каталонское начало Ферзь С2 А6 А4 Не пуская пешку На поле Б5 Слон Д7 Ферзь Бьет С4 Слон С6 Слон Ж5 Слон Д5 Ферзь С2 Слон Е4 Ферзь С1 Ну и после А6 Слон Бьет Ф6 Слон Бьет Ф6 Черные получают Преимущество Двух слонов И после Конь Д2 Слон С6 Последовала Новинка Ход Ферзь С3 А5 Ладья Д1 Конь Д7 Конь С4 Слон Д5 Конь Бьет А5 Белые Даже сумели Здесь выиграть Пешку Точнее Черные Ее пожертвовали Наносят Контрудар С5 После Конь Б3 Ферзь Б6 Конь Бьет С5 Конь Бьет С5 Ферзь Бьет С5 Ферзь Бьет С5 ДС Слон Бьет Б2 Последовали Массовые Размены Ну и выяснилось Что Б1 Слон С3 Висит Пешка На поле А4 Конь Д2 Слон Бьет Ж2 Король Бьет Ж2 Ладья Бьет А4 Позиция Абсолютно Равная Ну и дальше В принципе Без комментариев Соперники Очень быстро Получили Примерно Равную Позицию И Максим Вашьевограф Не дал Шанса Ни единого Голландскому Гроссмейстеру Отыграться В этой партии Здесь соперники Уже Начали повторять Позицию И на 47 ходу Завершили Партию В ничью Таким образом Со счетом 3-1 Проиграл Матч Аниш Гири И Максим Вашьевограф Получает Три турнирных очка Поскольку победа Одержана В основное Время Ну а мы с вами Переключаемся На следующую Партию Белыми играл Ян Непомнящий Российский Супергроссмейстер Черными играл Американский Гроссмейстер Фабиано Каруана Если Ян Непомнящий Побеждает То Он одерживает Победу В матче Если проигрывает То соответственно Проигрывает Ну а если ничья То нас ждет Партия Армагеддон Итак Решающая партия Е4 Е5 Конь Ф3 Конь С6 Слон Б5 А6 Слон А4 Конь Ф6 Рокировка Слон Е7 На доске Испанская партия Д3 Д6 С3 Рокировка Конь Д2 Вадя Е8 Вадя Е1 Слон Ф8 Д4 Белые прорываются По центру А черные отвечают Контрударом На ферзевом фланге Б5 После С2 Слон Б7 Б3 Последовала новинка От Фабиано Круана Ход Б4 В партии Предшественницы Черные играли Д5 Наносили вот такой Контрудар По аналогии С контратакой Маршала Так продолжалась партия Маразевича Против Харикришны Давайте кстати Ее посмотрим Она очень быстро Красиво Закончилась победой Как раз Индийского Гроссмейстера Пенталы Харикришна Д5 ЕД Конь бьет Д5 ДЕ Конь бьет С3 Слон бьет H7 Король бьет H7 Ферзь С2 Казалось бы Двойной удар Ферзь бьет С3 И тут Конь Б4 Неожиданно Было сыграно И после Е6 Вадя бьет Е6 Вадя бьет Е6 ФЕ Черные сумели В этой партии Одержать победу Вот такая вот партия Была сыграна В Одессе В 2007 году Может быть Скорее всего Она не полностью Забита Потому что Непонятно За счет чего Здесь Белые Так быстро Проиграли Итак Б4 Слон б2 А5 Д5 Я не помню Закрывает игру В центре Конь б8 Конь c4 c6 Фабиан Куранес В корне Не согласен С этим решением И пытается Вскрыть игру ДЦ Конь бьет С6 А3 Слон а6 Конь е3 Ж6 Не пуская коня На поле Ф5 Ферзь d2 Ферзь b6 H3 Вадя c8 И здесь После Вадя Д1 Как сыграл я Непомнящий Лучше было сыграть Аб Аб И c4 Продолжая стратегию Зажима И здесь у белых Сохранялся Небольшой перевесик Но Вадя Д1 Сыграл я Непомнящий Вадя Д8 И c4 А вот это Уже грубая Ошибка позиционная Следовало сначала Побить На поле Б4 И затем Сыграть вновь C4 Я Непомнящий Совершенно упустил Из виду Тот факт Что черные Берут на поле А3 И вторгаются Конем на поле Б4 Теперь черные На самом деле Просто перехватывают Инициативу Поскольку В нужный момент Они будут Продвигать Освобождающее Продвижение Д5 Слон b1 Слон а6 Ферзь е2 Слон b7 Конь g4 Конь бьет g4 Hg Конь a6 Ладья d3 Конь c5 Слон бьет c5 Ладья бьет c5 И в лагере Белых Образовалась Слабая пешка На поле b3 Ферзь d1 Слон c8 Конь d2 Слон e6 На нее Направляют Свои силы Черные У них Преимущество Двух слонов Слон a2 Ферзь b4 f3 Ладья c6 g3 Ладья a8 Король g2 a4 И черные фигуры Резко активизируются После ладья e2 ab Слон бьет b3 Ладья a3 Черные фигуры Полностью доминируют Правда сильнее С точки зрения компьютера Был ход ладья a6 С идеей вторгнуться Ладьей на поле a1 После ферзь c2 Ладья a5 Компьютер утверждает Что здесь у черных Большой перевес Но ладья a3 Сыграно С человеческой точки зрения И конь b1 Еще одна ошибка От Яна Непомнящего Надо было Держаться Ходом ладья f2 Хотя это Все достаточно Неочевидно Итак Конь b1 Ошибка Поскольку после ладья a1 Теперь очень Неприятная связка Американский Гроссмейстер Полностью захватил Инициативу Ладья b2 Слон бьет c4 Плюс еще и Фабиано Курана Выиграл пешку Ферз c2 Ну и вот здесь Король g7 Оказалась Достаточно существенной Ошибкой Также и со стороны Американца Ход ладья b6 Приводил к тому Что Белые были Завязаны По рукам и ногам И спасения Здесь у них уже не было То есть Например Конь d2 Тогда слон бьет d3 И на слон бьет f7 шах Очень важно Сыграть король g7 Понятно Что чудовищной ошибкой Было бы взятие Из-за ферз c7 Белый уводит Ферзя из-под удара А дальше забирают Вражеского ферзя И выигрывают Но здесь после король g7 Проходится брать Тогда взяли Взяли И взяли И в результате Черные остались С лишней фигурой И конечно же Легко побеждают Итак После Король g7 Был сыгран Слон бьет c4 Ладья бьет c4 И ферзь f2 Еще одну ошибку Допускает Ян непомнящий Ну понятно Что тяжело защищаться Но ферзь b3 Надо было играть С возможными Шансами на защиту На ферзь c5 Ладья d5 И никуда Белые ферзя Пока не пускают Нападают И пытаются Раскрутиться Итак Ферзь f2 Слишком пассивно Последовала Ферзь a5 С угрозой Ладья c1 Ну и после Конь d2 Ладья c1 Все рассчитал Все рассчитал Американский Гроссмейстер Дело в том Что от угрозы Ладья g1 Нет спасения Конь b3 Играет Ян непомнящий Делая вот такую Вот тройную вилку Но в результате Все равно Остается без Ферзя И здесь Ферзь f1 Еще одна ошибка Со стороны Фабиана Кураны Не точно Реализует свой перевес Американский Гроссмейстер Тоже волнуется Слон e3 Сразу же Прибивала Проблема в том Что угрожает Ферзь g1 Ферзь h1 И ферзь bf3 И на единственную Защиту Ладья g2 Находится ход Слон g1 Шах Может быть Вот этот момент Не успел понять Американский Гроссмейстер Дело в том Что брать нельзя В этом случае После ферзь e2 Съедаем Ладью на поле d3 Никакой крепости Здесь нет Черные побеждают С другой стороны Что делать На король h3 Просто играем Слон f2 И проблема в том Что угрожает мат На поле h1 И атакована пешка На поле g3 То есть получается Нечто наподобие Цукцванга Например после короля h2 И допустим Ферзь f1 Получается действительно Что-то наподобие Цукцванга А может быть Еще и h5 Ход решает В любом случае Видно что Белые фигуры Очень сильно Здесь стеснены И черные должны победить Ну и кстати да Здесь же решает удар Слон бьет g3 Нехитростный И на ладья бьет g3 Как раз тот же самый удар И здесь висит конь Висит пешка И черные побеждают Но вот не успел Этого всего понять Фабиана Курана Сыграл ферзь f1 После ладья c3 Слон g5 Ладья g2 Я не помню Еще наладил Нечто наподобие обороны Ферзь e1 Ладья d3 Ферзь b1 Ладья c3 Но все-таки С ферзем Конечно же Сами понимаете Что гораздо легче Играть h5 gh gh Конь d2 Ферзь d1 Ладья d3 Еще одна ошибка Надо было играть Конь c4 Но Ладья d3 Самосвязка Под самосвязку Встают белые Теперь конь вообще Не имеет ни одного хода И после короля f8 Ладья f2 h4 Черные прорываются gh Слон бьет h4 Ладья g2 Ну и здесь Вместо победного хода Слон g5 Дело в том Что угрожает Слон f4 А на ладья g5 Следует тот же самый шаг И опять взятие Поэтому Здесь После ладья g5 Ферзь e2 Белые проигрывали Но король e7 Сыграл Фабиана Куруана Последовал ладья b3 Ферзь e1 С красивой ловушкой И вот эту ловушку Уже не разгадал Я не помнящий Срочно надо было играть Ладья b1 И на ферзь e3 Ладья b3 Приставать к черному ферзю И пытаться защищаться Да у черных Лишняя пешка Но белые Могут наладить Нечто наподобие обороны Если им удастся Поставить коня На поле e3 И дальше Конь например Пойдет на поле d5 Или на поле f5 Но конь c4 Ошибка И теперь После слон g5 Спасения нет Дело в том Что угрожает слон f4 А на взятие Белые теряют качество И крепости К сожалению Не получается После конь e3 Ферзь d2 Шах Король g3 Король e6 На доске У нас получается Практически цукцванг То есть Король не ходит Из-за ферзи f2 Пристаем к пешке Ладья Также Особо Никаких ходов Не имеет То есть ладья a3 Но можно сделать Какой-то Выжидательный ход И попытаться Выиграть Эту партию Но в любом случае Анализ показывает Что здесь крепости Не было У белых Вроде бы есть Что-то такое Наподобие Казалось бы Но нет Черные все-таки Эту позицию Должны доводить До победы После конь f5 Ферзь d1 Ладья b2 Ферзь g1 Ладья g2 Ферзь e1 Король g4 Ферзь c1 Угрожает выигрыш Пешке Ходом ферзь f4 Конь g7 Шах Король f6 Конь h5 Король g6 Ферзя не пустили На поле f4 Но ферзь вметит Еще и на поле g5 К сожалению Белых Пришлось играть f4 Ну и после Короля h6 Дело в том Что конь не может уйти Потому что Потеряется пешка f4 Продвинуться пешка Не может Потому что потеряется Конь на поле h5 А у белых Просто цук-цванг Ничего не ходит Король f5 Сыграл с горя Ян непомнящий И после Ферзь c8 Шах Король f6 Ферзь e6 Фабиано Круана Объявил Вот такой вот Красивый мат Российскому Гроссмейстеру Ну что тут можно сказать Очень обидно За российского Гроссмейстера В двух партиях Он стоял Просто Выигранно Но за счет того Что Ян непомнящий Играл очень быстро Торопился Непонятно куда Он эти две партии Не сумел реализовать С большим перевесом А вот Фабиано Круана Когда ему Предоставилась Возможность Забить решающий Гол То есть В этой партии Сработал как раз Футбольный принцип Не забиваешь ты Забивают тебе Так вот Фабиано Круана Воспользовался Этим шансом И свой шанс К сожалению Не упустил Таким образом В основное время Одерживает победу Американский Гроссмейстер Фабиано Круана И получает Три турнирных Очка Сейчас вы видите На экране Положение Участников То есть Три очка У нас получает Максим Вашьевограф Одержав победу Со счетом 3-1 Над Гроссмейстером Из Нидерландов Ани Шемгири И Фабиано Круана Который выигрывает С минимальным счетом Два с половиной очка На полтора У российского Гроссмейстера Яна Непомнящего И также получает Три Турнирных Очка Положение Участников После Первого Тура То есть Двух игровых дней Вы сейчас видите На ваших экранах С первого по третье место Делят Такие супергрроссмейстеры Как Максим Вашьевограф Дин Лежень И Фабиано Круана На четвертом месте Чемпион мира Магнус Карлсон С двумя очками Поскольку победа Была одержана В Армагеддоне И Хикару Накамура С одним очком Поскольку он Дошел до Армагеддона И в Армагеддоне Уступил Но за это Дается одно очко Ну и С шестого по восьмое место С результатом Ноль очков Занимают Такие Супергрроссмейстеры Как Алиреза Ферруджа Ян Непомнящий И Аниш Гири Друзья Если обзор Вам понравился То поставьте ему Лайк Подпишитесь на канал Включите колокольчик Чтобы не пропустить Новые интересные Видео на моем канале Если вы пропустили Обзор предыдущего Или хотите посмотреть Обзор следующего Тура То щелкайте По конечным заставкам Расположенных Слева и справа От меня Слева будет Обзор предыдущего Тура А справа Будет обзор Следующего Тура Таким образом Вы не пропустите Все туры И будете всегда В курсе Всех событий Проходящих на моем канале Я благодарю вас За внимание Еще раз Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если кого вдруг Не уговорил В первый раз Оценивайте мой труд Пишите комментарии Как можно больше Хочу комментариев Обратной связи От вас И увидимся На обзоре Следующих Супер турниров Счастливо